Всем привет ребята, меня зовут Богатий Щеди и добро пожаловать в новый неочередной выпуск. Я не планировал снимать видео сегодня утром, но информация достаточно нужная и полезная, особенно для пользователей криптовалюты из Украины и Беларуси, наших добрых северных соседей. А также в этом видео я хочу предупредить всех инвесторов в российские акции. Ведь Министерство эконом-развития Российской Федерации разработало и направило в Минфин и ЦБ некоторый таинственный законопроект, который вызывает тревожные подозрения. Особенно тем, что его текст до сих пор скрывают, хотя прошла уже неделя. Начнем с того, что пользователи Битрикса получили следующее письмо от криптовалютной платформы. Спасибо, что являетесь ценным пользователем Битрикс. Продолжая развивать нашу платформу в целях обеспечить доверие и безопасность, мы придерживаемся самых высоких стандартов соответствия. Из-за регуляторных причин, к сожалению, нам приходится сообщить вам, что мы больше не сможем предоставлять услуги резидентам некоторых юрисдикций. Эти изменения вступят в силу спустя 14 дней для пользователей из следующих стран. Беларусь, Украина, Бурунди, Мали, Мьянма, Никарагуа и Панама. Просим вас отнестись с пониманием, что на данный момент ни ввод, ни снятие фиатных средств для граждан из этих стран недоступны. Но у вас будет возможность торговать и выводить другие средства и активы на протяжении двух недель. После истечения этого срока нам придется отключить все оставшиеся аккаунты. Как вы поняли, для клиентов из Беларуси и Украины ввод и вывод фиатных денег с Битрикса уже невозможный. И если насчет Беларуси у меня есть кое-какие предположения, то почему в этот список попала Украина, для меня понять сложно. Но не об этом речь. Как же вывести свои деньги с Битрикса, если вывод фиатных денег невозможен? Вам необходимо обменять оставшиеся на площадке фиатные средства на те активы, вывод которых еще доступен. После чего вывести средства куда угодно, лишь бы не оставлять их на Битриксе. Ведь спустя две недели ваш аккаунт будет заблокирован. Поэтому сделать это нужно на протяжении 14 дней обязательно. И я рекомендую с этим не затягивать и сделать это прямо сегодня. Беларусь и Украина это почти 25% моей аудитории. И я просто обязан был записать это видео для них. Половина же моих зрителей из России. И для них у меня тоже есть предупреждение. Помните, в 2018 году депутаты задумывались над тем, чтобы забирать в бюджет деньги с невостребованных вкладов. Невостребованные вклады это вклады людей, которые долгое время не выходят на связь с банком и никак не взаимодействуют со своими вкладами. В 2020 году депутаты решили пройтись не только по депозитам, но и акциям и инвесторам в акции российских компаний. Министерство экономического развития Российской Федерации направило на согласование в Министерство финансов и Центральный банк законопроект, которым предлагается решать проблему с потерянными акционерами. Собственно, вот подтверждение этой информации на официальном сайте Министерства экономического развития РФ. Что такое потерянный акционер? Это человек, который инвестировал в акции, но долгое время никак не осуществляет свои права акционера. Текст законопроекта пока что скрывают, и скорее всего не просто так. С большой долей вероятности этот текст ничего хорошего для инвесторов в российские акции не предвещает. Официально пишут, что этот законопроект прямо ну очень хорош и решает множество проблем, а по итогу тот или иной инвестор может оказаться в ситуации, когда его акции внезапно перестанут ему принадлежать, причем на вполне законных основаниях. Ну чудят, ну чудят. Это были два коротких предупреждения для торгующих криптовалютой на Битриксе из Белоруссии и Украины, и для инвестирующих в акции российских компаний в России. А меня зовут Богатейши Ди, увидимся вечером в полноценном выпуске. Кстати, у меня на канале аж целых два юбилея. Полтысячи видео и 10 миллионов просмотров. То есть каждый ролик в среднем посмотрели 20 тысяч человек. Вау. Когда-то я создавал этот канал просто так, попробовать себя в этом деле. Вот и попробовал. На самом деле это было совсем не просто, как казалось со стороны. Хотелось бы сказать большое спасибо за вашу поддержку все эти годы. Возможно, когда-нибудь с вашей помощью мы все-таки получим серебряную кнопку, которая дается за 100 тысяч подписчиков. Вы не представляете, как мне хочется эту кнопку. Тем не менее, спустя два с половиной года после создания канала, Богатейший Ди это не просто мой псевдоним, это теперь мой стиль жизни. Ну да ладно, увидимся вечером. До скорого.